Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания Сита. Сита-мародёра, если быть точнее. В общем, Войн Сит. Мы находимся на планете Корибан и нам необходимо попасть на... Ну, очевидно, на планету-столицу Дром Мундкаст. То есть тут как бы, независимо от класса, у каждой фракции есть своя столица. У Республики это Корусанд, у Империи это Дром Мундкаст. И нам необходимо через шаттл добраться, в общем, туда, куда нам надо. Вот, собственно, у нас на этом, на карте и указано. И как вы могли заметить, я, наконец-таки-то, взял броню. И взял теперь не просто броню, а броню Дарта Малака. Я думаю, те, кто играл в самую первую часть Рыцаря Старой Республики, вспомнят. Что это за тип, кто он такой есть. И с чем связаны, скажем так, все события в первой игре. Сет, конечно, скажем так, у него не совсем полный. У него отсутствуют перчатки и пояс, поэтому мне пришлось немножечко исхитриться, чтобы, скажем так, добавить эти элементы, и они были в тему. И перчатки. То есть, у него перчаток не было, у Дарта Малака, а я вот нашел такие перчаточки классненькие, тоже красного цвета, вообще, и тоже адаптивные, вообще, в общем, красотища. Ну, вы сами видите, все очень круто и выглядит довольно-таки эффектно. В общем, красотища полная, я вообще просто тащусь из этой брони. Ну да ладно, нам ее еще необходимо надо улучшить. Обязательно надо улучшить, потому что, поскольку все адаптивное, то необходимы компоненты для данной брони, которые покупаются через кристаллы, ну, либо через киоск. И также еще и световые мечи дал нашему главному герою. Новые световые мечи. Золотые какие-то. Лайтсебер Аурек. В общем, вот так вот, если приблизить, то вот можно вот увидеть. Они абсолютно одинаковые, вот они вот эти световые мечи. И, в общем, все, я думаю, должно быть, скажем так, теперь нормально. И вид хороший, и мечи классно светятся. В общем, красотища. Прыгаем в шаттл. Прыгаем в шаттл и отправляемся, знаете куда? На Империал Флит. На Империал Флит. А, тут в описании тоже говорится, что надо попасть на Империал Флит. Потому что, пока у нас нет корабля, пока у нас нет корабля, поэтому мы можем перемещаться либо со стартовой планеты на Империал Флит, оттуда на Корусант, либо наоборот. То есть, по сути, нам доступны две планеты. Стартовая и... Столица. Как-то вот так вот. И заодно, кстати, пока мы сейчас будем на Империал Флит находиться, пока мы будем здесь находиться, знаете, что мне надо? Да... Посмотреть хотя бы вообще, через какой уровень всё это открывается. Ну... Подождать ли стоит с прокачкой. Ну, мне сейчас хоть что-то, да надо приобрести. Хотя бы базовые компоненты. Потому что... Она мне сейчас просто как одежда. То есть, без броней, без усилителей. Вообще без ничего. Чё это такое? А, мне это дали костюмчики. Что это такое? Поговорить с компаньонами можно. Здорово. Очень классно. Форма Атару. В общем, всё замечательно. Нет, ну классный костюм, конечно, ничего не скажешь. Костюмчик прямо... Вообще... Просто зашибись. А те, кто играл в первые части, я думаю, это такая будет приятная нотка ностальгии. Знаете ли? По тем классным былым... Былым временам. Так. Загрузка. Ну, тут сейчас народу, наверное, будет. Ё-моё тут. Ну, это как бы главная станция. Тут всегда народу много. Лорд Дакар. Так. Четырнадцатый... Десятый уровень. Десятый уровень. Постойте. Это всё хорошо. Но у меня же есть ещё этот... В сообщении прилагалось. И вот. Джетпак, я думаю, мы пока не будем брать. Будем на этом разъезжать. Пока что. Короче. А, вот тут, смотрите. Тут всё как раз рядом. Лететь на Дром Мунт Касс. Мне предлагают. Но я сначала вот чуть-чуть левее пролечу. Вот где вот подсвечено. Видите? Продавец модификаций. Десятый... Десятого уровня. Вот так. А-а-а! У меня всего лишь шесть кристаллов. Чёрт. Особо не... Не накупишь ничего. Кстати, чё мы там с наследием-то? Я вроде как деньжат подкинул. Блин, не хватает всё равно. Всё равно не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ладно. Допустим, что так. Постойте, а я вообще бабки-то забрал? Я вроде как бы ещё переводил, чтобы до конца прокачать персонажа. Почему он не... Почему не полный список? Вот, где этот... Где этот... Терминал? Вот он. Какой... Кому-то перевёл? Кому перевёл? Хрен его знает. Кому-то пятьдесят тысяч я, по всей видимости, перевёл. А-а-а! Охренеть просто. Или, постойте, я их взял всё-таки? Короче, нихрена непонятно. Как-то всё глупо малость получилось. Ну да ладно. Так, четырнадцать нет. Слишком высокий. Вот хотя бы десятый уровень. Давайте. О-о-о-о-о. Да, так. Ну чё, берём? Мастерство прокачиваем. Три штучки хотя бы. Чё-то как-то хреново. Раз. Два. Ну и вот и всё, в принципе. Ну давайте самое основное. Самое основное. Вот у нас раз. Штаны. Штаны. Штаны обязательно надо усилить. два и ночью и ботинки о смотрите там даже к броне напишись какая то постойте 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 восстановленная броня дарта малако времена джедайской гражданской войны класс я просто охреневая реально круто так ну ладно погнали нам короче надо теперь добраться куда 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 лифт но прямо короче вот здесь вот срежем я думаю так будет лучше народу конечно тут уже кто-то как-то сидит странно броня дарта малгуса на ком-то надета карга холд которым я ни разу не пользовался и понятия не имею в принципе чё это такое ну какой-то типа вроде как ящик что ли но я им не пользовался вообще все вот и отправляемся в департамент драмут касса так ну хотя бы какая-никакая броня есть хиллеров помощь а там уже будем скажем так от этого от всего отплясывать чё делать дальше блин классные такие эти таком все в зловещем силе его от первого лица просто да нормально так руки зато сейчас увидели перчатки перчатки с поясом как я говорил не идут в комплекте брони дарта малако там всего пять видов одежды на самом деле классные вот теперь вы поняли почему я главного героя сделал лысым чтобы он скажем так в дань своего рода уважение к старым героям и злодеям скажем так минуткой памяти их почтим да ведь он же погиб как бы наш этот дарт малак в сражении с реваном вообще там еще конечно та история развивалась в первых частях там тоже все так классно было сделано все так запутанно все так интересно интрига на протяжении всей игры и т.д. и т.п. а тот момент когда главный герой узнает что оказывается есть реван так это вообще меня в свое время думалось в шок повергло но тем не менее тем не менее сейчас другое время планета драм мункас другие герои другие злодеи другие правила а цель одна вот прибыли на шаттл шаттл так мне нужно активировать а консоль какую-то проверить ну давайте проверим так а чё ты мне тут рэйч гнев ярость как-то так ну-ка давай ну ну стой куда где а вот консоль господи на хрена сразу четыре штуки так ну ладно допустим допустим что так активировали консоль прибыли блин украсть классно теперь в этой броне ух ты вообще офигеть в заставочках есть чё за штык из этой торчит хрен поймешь вообще вот ул ангелия тот самый цирк так же как и описывали вы источаете силу лорд я склоняюсь перед вами ащище красный я служу лорду бараса достал меня встретить нового ученика его и я здесь как раз вовремя полагаю так я тебе ничего не дам я не думал что ты живешь на город ни хрена себе у него даже голос такой как у этого у молока ни хрена себе так я просто раб который дышит благодаря воли лорда бараса он сказал что скажем так сделать инструктаж для вас в дромундкассе и он говорил об этом серьезно блин слушайте ребят ни хрена себе у него короче прямо голос такой знаете ли бывает голос как из маски здесь а когда я вот эту штуку нацепил у него реально стал голос как удар от малака вообще охренеть просто так давай серьезно все или будет еще хуже ты дышишь только потому что я позволяю да мой лорд я существую благодаря вашему милосердию лорд барас приказал мне доставить вас в каосити и доложить ему имперцы исполняет приказ но это вас не касается когда вы будете готовы лорд барас встретит вас в личных покоях и вы скажете лорду барасу что я был хорошим да я хорошо служил пшел вон просто уйди с моей страны если я что нибудь могу сделать как я могу скажем обговорить лорда ты должен умереть мы отыгрываем в злого беспощадного убийцу ты сильно достал меня на замочили раба вау я думаю тебе не стоит так начинать и на дром мундкассе усубийство всех вариантов мне стало скучно это была долгая поездка ты пойдешь туда я полагаю да куда надо да так темная сторона светлая сторона ребят как я и говорил мы будем отыгрывать если мы засит инквизитора такого хладнокровного расчетливого который про думанность и тактики то у нас ээээ сит войн просто знаете ли безжалостная машина для убийств его вообще ничего не колышит он просто хочет убивать уничтожать разрушать предавать в общем движим одним желанием убить уничтожить блин ну как круто сделано с этой маской охренеть а ребят ну реально тут такой грубый механический голос вообще красотища я просто в шоке это реально классно это реально классно то есть ээээ если напи напиолить маску то голос будет как бы из под маски там немножечко электронный в зависимости от того что маска но это та штука у дэртмалик она была как бы кибернетической щитком Да чё, заткнись, я тебе слов не... Как её током тряхануть-то, ёлки-палки, там где-то пульт у нас был Так вот, и как-то это самое Он, короче, лишился челюсти нижней, по-моему, как-то в одной из битв с Риваном За право быть главенствующим, ну, когда они ещё оба были тёмными лордами И он лишился нижней челюсти, а следовательно там и голосовых связок, всё это да и т.п. прочее И у него там был протез, через который он говорил, вот такой, знаете ли, механический, такой грубый, скрипящий Ну, вы сами слышали этот голос, да? А, и поверх всегда носил вот этот вот щиток Вот этот вот щиток, который скрывал его нижнюю челюсть Ну, это реально так круто, так всё эффектно смотрится Ну, вообще, красота Я просто малость в ахере сейчас, ребята, дикому Ну, это вообще классно У, как плащ задрался-то, а? А, всё, выпрямился Отлично Да, это будет интересное приключение, я вам скажу Смотрите, кто-то несётся, походу, решил протаранить пост А тут, кстати, всегда такие моменты НПС, ну, которые обитают в этой игре Они сами по себе тут могут своими делами заниматься, скажем так Кто-то кого-то осаждает, всё Но на фоне-то смотрится, ребята, на самом деле очень классно И это добавляет изрядную поруцу атмосферы данной игре Всё это просто превосходное Эх, было бы ещё на русском языке, и вообще бы ей цены не было бы Ну, блин, русского языка нет И вряд ли он предвидится вообще Учитывая, что тут каждые диалоги, тут всё переводится То есть у каждого персонажа мужской, женский Естественно, мужские, женские голоса У каждого класса свои голоса У каждого там персонажа, неважно, флэшпоинт Там, в общем, столько много уникальных моментов И каждый момент тут уникальный озвучен каждым отдельным персонажем Для каждой отдельной ситуации Представляете, какое множество вариантов развития событий Это охренеть просто, на самом деле И если это всё переводить, то это реально заняло бы много времени Так, сейчас всё прогрузится Всё прогрузится, и я, скажем так Смогу передвигаться Ну и чё за херня? А сразу мне не судьба была сюда отправить? Ну, как-то странно В общем, поговорить с Дартом Барасом Вот он охренеет-то Блин, я пока летел, 11 уровень получил Чё такое? Чё? А, проход на этот На... Цитадель, как её там Так, пилотирование Как... как... на нашем транспортном средстве разъезжать Круто! Очень круто! Ничего не скажешь Хоть тут, конечно... Я вообще играю Кстати, вот, по сути, моя первая такая вот онлайн-игра Я вот играю В неё И многих премудрости я вообще не понимаю Я играю, честно говоря Из-за неё просто чисто из-за сюжета Мне безумно интересно узнать, что было дальше Что было после событий первой и второй части Скажем так И вот Меня, скажем так, только сюжетка здесь в основном интересует И больше ничего Ну, блин Хочется, конечно, русского языка Но вряд ли он будет Поэтому будем так разбираться И когда ты выполняешь сюжетные задания Вот эти вот все заставочки Вот эти вот... Скажем... ролики, можно так сказать Но всё это так классно смотрится Что создаётся впечатление, что я играю не в онлайн-игру А в одиночную игру Вот, реально, продолжение Ну, вообще красотища Дарт Барас Ну-ка, ещё послушаем голос У меня тут вообще, конечно Красотища просто Не, как раз вовремя Ты прибыл вовремя Здесь немного холодновато, не кажется? Я полагаю, ты прибыл с рабыней Я полагаю, она тебя достала Я полагаю, ты должен был убить её Почему ты её не убил? Для веселья Потому что... Она меня, скажем так, доставит Ну, убить её и меня не разозлить, скажем так, этим Не направляй оружие на мою сторону Ты отвечаешь за контакты с моими подчинёнными Встречай мои приказы И ты сможешь сделать то, что нужно Так, время теперь для... Как, нужно кого-то убить мне? Похоже, мне нужно уб... Я могу, получается, убить кого угодно Этот цветовой меч Очень многого значит у ученик Это очень мощное оружие в руках ситов Я также построил какую-то сеть из оперативников и шпионов ситов И республики, и джедаев У меня есть пальцы, глаза и уши повсюду Ты шпион сит? Скажи мне Почему ты не доверяешь своим союзникам? У сита есть многих... Многие, скажем так, кто хотят их уничтожить У нас такая культура, и мы восстаём друг против друга И это особенно касается нас Ты мой теперь, скажем так, уничтожитель Защищай мои интересы, исполняй мои приказы И уничтожай моих врагов И время твоих, скажем так, обязанностей начинается сейчас Есть какой-то корабль в Каос-Сити, в порту Там есть какой-то заключённый, который мне очень жизненно важен Ты встретишь командора Ланклина здесь И удостоверишься, что он и его люди успешно выгрузят заключённого Звучит как хреновая заданица Это ниже моих талантов Командор, чё, не может сам разобраться? Он компетентен, но, скажем так, какой-то он мутный Мы должны удостовериться, что всё будет в порядке И всё на высшем уровне И этот заключённый не должен сбежать Иди в порт сейчас и быть на стороже Отбой Охренеть Ну блин, броня в один в один вообще Круто Просто обалдеть Я ещё и уровень скоро так получу Вообще красотища Ну пойдёмте встретим Отправляться в каргопорт Би-7 Так Тут я разъезжать не могу Как бы придётся поэтому пешим ходом Придётся пешим ходом добираться И телосложение как раз Вот прямо такое же Вот я специально подобрал Чтобы вот прямо как удар от Малака Было То есть У него Он же был высокий Он был наголо выше всех игроков Ни хрена себе Ни хрена себе Ты вообще зверь Ранкара откуда-то стырил Это Он же был наголо выше всех остальных Скажем так Своих Ну вообще всех по-моему Кто был в той игре Он реально высокий И меч у него длиннее был Всех остальных И Очень скажем так Рельефный Тип Обтягивающая броня Подчёркивала это И на данном герое У нас точно такая же картина Наблюдается Но вот этот трёх с голосом Я реально от этого не ожидал Ребят Вот это вот Я реально не ожидал То есть В зависимости от того Что надето наголо Может Звукоподача Измениться Скажем так Ага Порт у нас находится Здесь Ладно Давайте глянем Ранкар конечно Это Эффектно Но блин Знаете ли Как-то немножечко Не по атмосфере Что ли Как-то немножечко Эта Атмосферу Сшибает Вот эти вот вещи Вот мне сейчас Вот куда Вот эти вот Карта так Охренительно Точно показывает Что я не знаю Мне вот сюда идти Или А тут я хрен изда Походу пройду А чё я пешим Ты ходом Погнали Хотя бы вот на этом Во Блин Офигеть Цветовые мечи Прижали эти Как их Как эти штуки От него отвисают Полоски ткани Вот эти вот Снизу Видите То есть Так они должны Свободу Поскольку у меня Два световых меча То естественно И две полоски Прижаты Слушайте По-моему я вообще Не сюда прибыл Блин Навигатор хреновый Звездные воины Хрен пойми Какой год Там у них По исчислению Навигатор Видимо нормально Не придумали Обалдеть Эффект формы Атару Надо кстати Будет заценить Кого это всё В бою Посмотреть Древо навыков Обязательно А То есть Всё таки здесь Хорошо Так Выходим Погнали Ну Чё у нас тут Короче Её оставим На хиллера Пусть она у нас Будет на хиллере Если чё там Лечить Тд и тд В общем Всё остальное Как-то вот так вот Так Чё у нас здесь Ага Вот Смотрите Командор Лан Клин Ну-ка Давайте поговорим Ну реально Мы за такого Играем Этого Просто Верзило Нафиг Так Всё люди Слушайте Поспешите И достаньте Это карбонит Там чё-то В карбоните Что ли Что-то сказать Да Вон в карбоните Смотрите Нихрена себе Как Хан Соло В пятом эпизоде Вроде А или в шестом Эй капитан Бух О Я не видел Что вы зашли Лорд Барас Не сказал Что отошлют сюда Кого-то Я ведь мог И убить тебя Тебе повезло Что я не твой враг А то бы ты уже Был мёртв Простите меня Мой лорд Но это Центральная столица Империи И люди И я Бывали В более опасных ситуациях Тут заключённых Забороженных Карбонити И это не очень рискованно Это скажем так Дружественная территория Я полагаю здесь безопасно Нет Если твои стражники Подут Здесь нет нигде Дружелюбной территории Понимаемый лорд Это паранойя Может Работает На лорд Барас Но не на меня Ты меня утомляешь Почему я не могу Почему мне не убить твоих людей Пожалуйста Мой лорд Не нужно говорить об этом Мне нужна ваша помощь Тут есть блок Со льдом Для вашего мастера Кибер Кстати Заметил Опа Смотрите А вот он чует Чует Ты же говорил Кругом они враги Так Не так быстро Мой мастер Приказал мне Взять этот блок Со льдом Так что шаг в сторону От карбонита И все решим По мирному Тебе здесь не рады Это личная вечеринка Тогда я ее разломаю И я тебя здесь похороню Включая все ваши жизни Здесь дтп Посмотрите Посмотрите Это слэш так Твой мастер Хочет тоже Замороженного человека Очень плохо для тебя Он мой И этот хочет Смотрите Того чувака И тот хочет И мы хотим Короче Че-то какая-то Знаете ли Ситуация Прямо как в фильмах Тарантино Непонятно кто чего И т.д. и т.п. Сейчас друг на друга Все стволы направим Скажите мне Кто вы такие? Я думаю Вам стоит представиться Хорошо Я стелс так И я А это Игнорамус Тимар Мой мастер И Тумара Есть приказы В них скажем так Которые немного Отличаются Я сокрушу Твоего мастера Я как дурак Я не думал что Лорд Барас Скажем так Был прав Что мы будем делать? Мы убьем Мы убьем их всех Я знаю что ты Сид Странник Но я думаю что Эта бравада Все еще только начинается У меня точно такая же идея Слэш Так как насчет того Чтобы поиграть Немножечко Вместо разговоров Устроить небольшую Заварушку Да Но в всяком случае У тебя думаю Нет шансов Против всех нас Сид Но даже если Твой мастер Форрес юзер Не может всех уничтожить Так Вот смотрите Я могу Короче темную сторону Я могу Воздействовать Или бы запугать Типа я монстр Т.д. и т.п. Но эта херня будет Я вас предупреждаю Это будет как-то Слишком милосердно Нет Я думаю Мы решим все проще И атаковать И темная сторона Время Атаковать Атакуйте Убить этих ребят Ну все ребят Походу вам всем заняться Где Световые мечи О Двумя сотовыми мечами Орудуем На Ух ты Красотища Так тебе Кто там Меня стреляет В жопу Все Короче Замочили Давайте тут Подберем дело Вот это дело Подберем Так Что-то как-то я Странно Это не могу Это не могу А Мне нужно Откат И нет цели Ну что вы такие Перепуганные Что вы Что он испугался Походу, тебя надо завалить, наверное, да? Какой-то пух Я думаю, что еще в пути есть ребята тут Вон, смотрите, бегут, бегут, бегут Может, ты сможешь их сдержать, пока мы сможем сбежать с доставкой для лорда Бараса? Э, ладно, хорошо Оставьте битву настоящим бойцам Давайте, люди, надо поспешить Так, они, короче, сваливают Ну все Давай, рабыня Шприц мне в задницу там кали, пока я буду драться Ооо, понеслась Ну-ка, как это будет выглядеть с двумя мячами О, нормально так И есть И давай Опа-на Так, прыжок Ух ты Ещё раз Это что это такое, слэш Как-то странно он работает, этот слэш Нихрена непонятно по какому принципу Вроде я думал он там мечами начнёт махать А нифига Смотрите, что это, 23 23, а тут вот, короче Что-то у меня ничего и нету Как-то странно Рейч Так, уходим отсюда Так Прежде чем станем яростными 23, ладно Вернуться, короче, к Дарту Барасу Надо вернуться И доложить об Своего рода исполнении задания Там Не знаю Можно использовать телепорт, я думаю Почему бы и нет, в конце концов Чё уж откладывать-то Неизбежные Это где-то здесь В принципе крепость Единственное там Нет, ну круто, круто Реально всё это смотрится А поезд, кстати Поезд я взял Это Экзоракуна Если я правильно произнес это имя Ну, вроде как-то так Экзоракун Это, по-моему, если я не ошибаюсь Создатель этих Как бы считается создатель Двойных световых мечей Ну, где Световые посохи Как они там называются Короче, как у Дарт Мола В первом эпизоде был Вот Вот такой Двойной световой меч Реально круто Тут чё это Чё-то стоит Не знаю, чё стоит Кого ждёт Тоже лысый Да, интересные моменты тут Всё очень круто Иначе не скажешь Так А, кстати Стойте, стойте Чё, я чё-нибудь изучить Нет Изучитель ничего не хочет Ты силён Но ты будешь ещё сильнее Говорит тренер Нормально так Во Дарт Барас Ну, давай Рассказывай Чё там А, вот доставка-то перед ним Так Меня информировал Ланкин О том, что было в порту Во всяком случае Мне нужно больше глаз Чтобы всё это контролировать Я чувствую дисбаланс в силе Я не думаю Что-то мне в каких-то мечтах В снах мерещится Чё-то мистическое Которое Какое-то В силовой базе Непонятно чё Хан Соло Это замороженный человек Это лучший республиканский агент Захваченный При исследовании глубоких Шпионов там В Наршада Один из моих Непобедимцев Сила дала мне Проведение рока Какого-то Немедленно И этот шпион Скажем так Он меня Скажем так Разозлил Ты всё Меня злит Хватит тратить время Хватит бояться Делай что-нибудь О, и я сделаю что-нибудь И я полагаю Я сделаю кое-что Получше Я должен изучить Этого республиканского агента И он ключ К пониманию натуры Природы Наши угрозы Теперь Когда Наш заключенный Будет Испытывать Боль Он даст всю информацию Которую я могу Получить И Я смогу оценить Твои специальные таланты Отлично Больше не надо ждать Я могу проявить больше Действия Ах Некогда Будет отдыхать Я полагаю Так Единый имперский пост В джунг Снаружи города Комодор Прич Там Находится И у него есть Какое-то задание По уничтожению Для тебя Кто это такой Я не беру Приказов Каких-то лакеев Прич Он У него есть информация Как бы Просто ученик А я должен пока Заняться Республиканским агентом Не надо тратить время Мне нужно еще Кое-что сделать Прежде чем ты Завершишь И Отправляйся Все И световой меч В спину ему Шарах И теперь я Новый мастер О Кристаллы берем Конечно кристаллы берем Все Что это такое Дата Кристалл А Мне только сейчас Как бы Объясняют Как ими Пользоваться Ну понятненько Вот так вот Анлиш А это Снять все Эффекты Так А что у меня Все Замочек Поставили В общем Все Отлично Ну ладно Друзья Думаю Тогда давайте Здесь мы На этом Закончим И продолжим Уже Сеять Хаос Разрушения В галактике В следующей серии Я с вами Прощаюсь С вами как всегда Был Андрей Доцент Не забывайте Подписываться Если вы все еще Не подписаны Если вам понравилось Данное прохождение То можете поставить Пальчик вверх Мне будет очень приятно А также Если вас интересуют Другие прохождения На моем канале Включая прохождение За другие классы В игре Star Wars The Old Republic То в описании Под видео Есть ссылочки С плейлистами Рекомендую К просмотру И не забывайте Заходить в группу ВК Все ссылочки Снизу в описании Под видео Все друзья Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok